Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня я вам расскажу методику воспитания своего ребенка, так как я его хочу воспитать и буду воспитывать. Назову ее, наверное, лучший друг. Все-таки я думаю, что родитель должен быть ребенку лучшим другом, чтобы ребенок искал совет не где-то там у своих друзей, а какие-то определенные темы, которые мало прожили в жизни, которые ничего не знают, а именно у родителя. То есть ему что-то нужно? Он пришел к родителю, рассказал. Родитель его не поругал, не поругал, не выпрал, я не знаю, чем-то, не наказал, он его выслушал, понял. Ну да, может быть, конечно, родителю это будет неприятно, ему захочется там, ух, чего-нибудь поругать ребенка. Нет, он его выслушал спокойно и дал какой-то совет. То есть именно родитель, именно родитель сможет дать правильный совет своему ребенку. То есть не кто-то там какие-то там подружки, друзья, а именно родитель. И родитель, конечно же, должен уметь выслушать ребенка. Да, родителю, конечно, может быть, захочется наказать ребенка, но нет. Если вы ребенка накажете, то в следующий раз он к вам не придет за советом. Он пойдет к друзьям, потому что они его поймут, они его выслушают и дадут какой-то там совет, как они будут считать, что он будет правильным. То есть не надо ругать ребенка. Также я расскажу маленький сейчас момент, как воспитывать, допустим, мою сестру. Ее родители, мою двоюродную сестру. У нее мама педагог, и, конечно, она все это знает. Она все это изучала, училась, там все такое. То есть она, допустим, если ребенок проленился в чем-то, она просто подходила и высказывала, говорила, что вот так делать нельзя, нужно сделать вот так вот правильно, там, тра-та-та-та-та-та. Она просто там подошла, так вот немножко рякнула на ребенка, ну так чуть-чуть, легонечко по попе шлепнула, и все. На этом все. То есть ребенок ушел, то есть она немножко обижена на него. Да, ребенок ушел, подумал, что, блин, да, действительно, я ведь сделала неправильно, там, правильно надо было сделать вот так вот так вот. То есть она побежалась на него полчаса, и все. То есть она больше на него не обижена на ребенка, мам. То есть все, она подходит к ребенку, его обнимает, целует, они там начинают, допустим, беситься, играться, то есть и все. И с родителем контакт снова обратно налажен, и становится все хорошо. То есть вот эта вот методика воспитания мне прям очень-очень нравится. То, что ты не ходишь обиженная на ребенку там по нескольку месяцев, а как бы снова дальше ты с ребенком находишься в хороших отношениях, и как бы ты не переживаешь, да, и ребенок не переживает. И также ребенок не пытается родителю сделать назло, там, ах ты, на меня наорал, вот тогда я возьму там и уйду из дома, да. И там ребенок ушел, где-то он там ночует, а вы сидите одна дома и переживаете. А где же мой ребенок-то, а почему он ушел, а почему там это, там ждете, звоните, звоните, у него там телефон выключил, да, думаете, наверное, что-то случилось, там, там, то есть, ну, опять же, переживаете вы, а ребенок там, ух, я ей там покажу, раз она со мной так вот поступила. Конечно, есть еще переходный возраст. Я думаю, там в переходном возрасте тоже можно что-то такое подобное придумать. И также давайте я вам расскажу историю, как воспитывали меня. То есть, если я, допустим, провинилась, мама на меня рявкнет, и потом она ходит обиженная, то есть, неделя, две, три, месяц, то есть, она ходит обиженная на меня, как бы и все. И, как бы, мне нужен, допустим, срочно какой-то совет от родителей, мне нужно что-то сказать, допустим, или что-то у меня заболело, мне нужно сказать родителям, а я не могу, потому что родители на меня обижены, мне нужно ждать. Мне реально приходилось ждать, пока мама придет в себя, перестанет обижаться, и только потом я могу сказать, там, мама, у меня болит то-то, то-то. То есть, до этого подходить к ней было нельзя. То есть, меня вот воспитывали вот так вот. Это очень сложно, это очень неприятно. Вот, и, как бы, мне кажется, даже те люди, кто воспитывался именно вот так вот, они, наоборот, стараются своих детей воспитать по-другому. То есть, вот так. У меня, конечно, нет, у меня не были родители там алкашами, там, тогда, нет. Я воспиталась в интеллигентной семье, но методика воспитания была вот такая вот. Вот, поэтому я хочу своего ребенка воспитывать по-другому. Переходный возраст, честно, вот у меня не было его. Я ребенок очень домашний, я всегда хотела сидеть дома, чтобы меня никто не трогал читать книгу там или, допустим, рисовать. Но родителям это не нравилось, что я постоянно сижу дома, меня как-то старались все время выпинуть на улицу, вон, есть друзья, найди себе друзей, давай, вон, иди, общайся, там, иди это. То есть, у меня было вот так вот. Вот, если, конечно, у нас ребенок постоянно сбегает на улицу, не знаю, лично я как планирую, вместе гулять с ребенком. У него друзья, хорошо я могу общаться с этими друзьями. Такой вот маленький момент тоже был, я помню, когда мы учились в школе, пришли в какую-то компанию, и смотрю, там мальчик, девочка, значит, и с ними какая-то женщина. Причем видно на лицо, что это женщина, да, но она одета как подросток. Вот, ну, они там при ней курят, матерятся, там, что-то та-та-та-та. И потом она-то говорит, детишки, а давайте завтра не пойдем в школу, давайте прогуляем, давайте пойдем куда-нибудь, там, на тусовку какую-нибудь, там, что-то это. Они ей говорят, мам, ну, ладно тебе, ну, какая-то тусовка, учиться же надо. Папа узнает, ругаться будет. Знаете, я, честно, была в шоке. Думаю, блин, да это же вообще самая прекрасная мама, которая ходит с тобой везде, которая тебя куда-то там тащит. То есть она думает, что детям это надо. А дети, получая вот это вот все, то есть такую вот маму, им становится это не надо. Они, наоборот, стараются учиться, им хочется, наоборот, учиться. То есть я уже много раз замечала. Также, допустим, где-то был канал, где мама с дочкой лазили по заброшенным домам. То есть потом дочка в конце каком-то ролике сказала, что ей это неинтересно лазить по заброшкам. Ей гораздо интереснее делать что-то другое. Но почему-то наши родители думают, что нашим детям это интересно. Чтобы там, допустим, по заброшке ребенок не шарахался там с какими-то мальчишками, да, там, не дай бог, чего произойдет. Лучше будет она с ним, допустим. Чтобы там дети, опять же, не шарахались с какими-то там подростками, да, не дай бог там не попробовали наркотики, там, опять же, мама здесь. Самое главное, что мама как лучший друг. То есть она везде. Она, естественно, видит своих детей. Что они там пробуют, что они там курят, там, где они бывают. И ей от этого спокойно, да, она там не работает, как другие мамы. Она уделяет кучу времени своему ребенку. Ну, конечно, честно говоря, сигареты это уже лишнее. Но, по-моему, там мама сама была курящая, поэтому для них это нормально. То есть вот такой вот моментики. Маленький Иван Истории рассказал из своей жизни. Вот, также, наверное, напишите в свои комментарии, как будет правильно для вас. Хотя, мне кажется, это очень-очень правильная ситуация. Сейчас, конечно, ребенок должен знать, что мама, как бы мама, это взрослый человек. То есть мама может рявкнуть, наорать, там, поставить в ум. Он должен это, конечно, знать, понимать. Но все-таки я хочу быть своему ребенку именно другом. Именно, конечно, в будущем вместе с ним гулять где-то, там, с друзьями общаться, там. Вот, не знаю, насколько это, конечно, все будет возможным. Если бы, конечно, еще в нашем мире, то есть сделали бы так, что, допустим, мамы не работают, а уделяют свое время детям, то есть государствами, да, допустим, платят. Это было бы шикарно. У нас получается то, что мама, там, целый день на работе, ребенок, там, предназначен самому себе. Он пришел со школы, там, не сделал уроки, пошел гулять с подростками какими-то, где-то, там, с заброшки курит, там, наркотики и все такое. Вот, то есть это не очень, как бы, хорошо. Все-таки родитель должен много времени уделять своему ребенку. И получается то, что родитель уделяет время только по выходным, когда ребенок именно на выходной хочет пойти погулять, опять же, со своими друзьями. Там, куда-то в кино, там, куда-сюда. А, также, да, хороший момент. Нет, ребенок должен быть занят, чтобы он не ходил, гулял, там, с какими-то, там, пацанами, там, по заброшкам. То есть он должен быть занят. То есть ваш ребенок пошел в школу, и за то время, пока он пошел в школу, да, за эти 7 лет, вы должны узнать своего ребенка, что же ему нравится. Допустим, играет на пианино. Вот его прямо это тянет, вот ему это надо. Отправляйте, пусть играет. Если ему это не нравится, не надо. Не надо там, что, нет, ты будешь ходить, нет, я тебе сказал, ты все равно будешь ходить, там, не надо. Ребенку это не нравится, ему это неинтересно. В конце концов, получится так, что вы просто эти деньги выкинете, как бы, в пустую, и ребенок потом все равно бросит. Смотрите, что ему нравится. Если ему нравится рисовать, пускай он ходит на живопись. Там он найдет друзей таких же. Вот они вместе, может быть, будут рисовать, дружить. То есть ему это будет интересно. Ему эта живопись, там, может быть, в будущем пригодится, там, он станет художником, там, хотя, конечно, в нашем мире продать картины это очень-очень сложно. Но он будет спокойным для себя, что он рисует, все хорошо, он умеет рисовать. То есть, если ему там футбол нравится играть, пускай он идет играть в футбол, значит, там, если ему не нравится этот футбол, он не нравится, не надо его отправлять насильно. Зачем? Если ему не надо этот футбол. Вот. То есть, смотрите, обязательно за эти 7 лет вы должны узнать ребенка. Либо, конечно, он там, с первого класса, пускай, там, сходит на один кружок, там, попробовать не понравилось, там, на другой, там, я знаю, сейчас в школах очень много разных кружков. Пускай пробует, пускай ходит, там, туда-сюда, там. То есть, после школы у вас ребенок потом идет в кружок, там он занят, да, потом второй кружок он занят. Потом он приходит домой, кушает, да, какое-то время отдыхает. И вы там все вместе делаете уроки, или он делает сам. Вот. Я делала уроки всегда сама, мне это очень нравилось. Вот. То есть, ну, обязательно ребенок должен быть занят. Тогда он не будет шарахаться по улицам, по заброшенному, какие-то компании там непонятные. То есть, у него будут определенные друзья по этой теме. То есть, художник, художество, вернее, живопись, да, там, творчество, творчество, оттуда. Друзья, ему будет удобно находиться именно в этой компании, где его хорошо понимают. Там, футбол, значит, футбол. У него будут там друзья по футболу, да. Они там в будущем все вместе будут куда-то ходить, там, где-то играть. То есть, мне кажется, я вам сказала, в принципе, все правильно. И, быть может, я кому-то раскрыла глаза на все это. И, может быть, я надеюсь, что, может быть, у кого-то немножечко в жизни поменяется. Вот, я очень на это надеюсь. Никогда не кричите на своего ребенка, относитесь к нему с добротой. И тогда он будет с добротой относиться к вам. Если вы будете на него орать, он вас будет ненавидеть просто всю жизнь. И он будет не понимать, почему вы к нему так относитесь. Вроде он старается для вас все сделать, а вы этого не замечаете. Ребенок – это ваш родной человек, который вас любит. Вот это вы должны знать, то, что человек, который именно вас любит. Вот, не нужно пытаться променять ребенка на какого-то там мужика, если у вас муж, допустим, ушел, да. Ну, конечно, да, семью хочется, но как-то это решайте все. Вот, но ребенка – это, короче, это ваш... Ну, не знаю, короче, вы поняли меня, они будут повторять это снова и снова. Надеюсь, что вы все поняли. Вот. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как я воспитываю своего сыночка, как мы с ним занимаемся, развиваемся, путешествуем, гуляем. Также обзоры на технику, на продукты, фикс-прайсы, светофоры, победы, живопись у нас есть, кулинария там. И куча-куча всего интересного вам есть на моем канале. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, как считаете вы обо всем об этом, ваши варианты, как вы воспитываете ребенка, как вы считаете нужным, ненужным. Права я была? Она не права. Обязательно ставьте лайки. Я очень старалась для вас записать этот ролик. Очень старалась. И также, конечно, подписывайтесь, ставьте колокольчик. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока.